Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить теме, что же нужно пить, что же нужно есть, чтобы очистить и восстановить вашу печень. Это крайне необходимо, потому что печень очень важный орган вообще в нашем организме. Он отвечает за одни из самых важных функций. Это очищение и выведение различных продуктов жизнедеятельности, которые негативно сказываются вообще на нашем здоровье. То есть и токсинов, и различных других вредных веществ. Поэтому, безусловно, также участвует огромное, имеет огромное влияние вообще на всю систему желудочно-кишечного тракта. Поэтому вот одно время, вы наверняка помните, очень были популярны различные рекламы. Купите такой-то препарат для печени различный. Не буду их говорить. Я думаю, что каждый из вас уже наверняка слышал неоднократно эту рекламу. И, соответственно, что вот ты ешь, пей всё, что хочешь, выпьешь вот этот вот препарат, и твоя печень будет как новая. Так вот, что на эту тему вообще говорят гастроэнтерологи, гипотологи, да, кто конкретно занимается проблемами с печенью, что с такими препаратами нужно крайне быть аккуратными, да. И это такое одно из основных вообще задач, чтобы вы себе не навредили. Потому что, безусловно, как бы вы ни считали, что это, ой, ну и что там, травки, ещё что-то. Нет, действительно, препараты серьёзные. Да, кому-то они помогут, я не исключаю это действие, но кому-то они, безусловно, и могут навредить. Но вопрос именно ещё состоит в том, что как вы можете есть всё, что подряд, пить, и, соответственно, принимая данный препарат, вы свою печень почистите. Вот здесь была ключевая такая, ключевой недочёт, который всегда вызывает, как бы вот у меня, например, сомнения. Так вот, друзья мои, значит, клетки печени гепатоциты, они настолько уникальные, они настолько сильно регенерирующие. Я вам расскажу ради примера, что при пересадке печени, да, когда там есть какие-то серьёзные заболевания, в Европе, в Америке активно эти пересадки делают, вы наверняка и в фильмах это видели, соответственно, в различных программах, да, и берут у одного человека, донора, да, кусочек печени, пересаживают в рецепиенту, и практически через какое-то время при благоприятных условиях печень восстанавливается. То есть представьте, насколько сильно регенерируют вот эти клетки гепатоциты. Поэтому, друзья мои, мне кажется, вы понимаете теперь вообще всю важность данного органа, да, то есть без печени, безусловно, мы бы не смогли с вами вообще прожить. На что же влияет на состояние печени? Я думаю, что вы уже знаете, мы с вами про это говорили, что, безусловно, алкоголь негативно сказывается в любых дозах, да, кто мне говорит, да, я вообще не пью, я пью мало. Сколько бы вы ни пили, вы наносите очень серьёзный вред своей печени. Даже если один-два бокала в неделю, там, какого-то вина красного, сухого, полусладкого, белого, вы всё равно наносите серьёзный урон, да, своему здоровью и своей печени. Потому что печень очень не любит алкоголь. Он сильно перерабатывается, он сложно перерабатывается и очень сложно выводится. Прошу прощения. Поэтому и крайне рекомендуется, крайне рекомендуется всё-таки отказываться от алкоголя. Следующее, от чего вы должны отказаться, это приём постоянных, там, разных лекарств и биологически активных добавок. Вот сейчас время, что, чтобы вы не включили, какой бы ролик, сразу вот вам куча витаминов, куча, там, каких-то лекарств, принимайте, будете здоровы, молоды, красивы и так далее. Действительно, любое лекарство очень негативно сказывается на нашей печени. Да, многие говорят, что вот антибиотики пить нельзя. Но, в принципе, нельзя пить и то количество лекарств, которые многие без какого-то назначения начинают принимать. Да, что бы вы ни говорили. Любые биологически активные добавки, их нельзя постоянно принимать, так как это сказывается негативно на вашей печени. И вот вам приведу пример, чтобы не быть голословной. Что мы, допустим, возьмём страну Китай, где всё-таки вот прямо бум биологически активных добавок, бум народной медицины. И что вы думаете, эта страна как раз стоит на первом месте по циррозам и различным проблемам с печенью. Поэтому вот вам такой пример, очень простой, который показывает, что да, если препарат нужен, его назначают. Но просто бесконтрольно принимать огромное количество различных витаминов, минералов и так далее, это ни в коем случае нельзя. Дальше, следующий пункт, который оказывает очень серьёзное влияние на нашу печень, это ожирение. Ожирение очень негативно сказывается на печени, особенно висцеральное, когда все органы окружены жиром и растёт живот. То есть это такой самый плохой тип ожирения, который как раз наносит серьёзный вред печени. Что же делать? Ну, во-первых, друзья мои, бесконтрольное применение любых препаратов запрещено, тем более препаратов для печени, о чём мы говорили в начале. Вам нужно правильное питание, безусловно. Пока вы не начнёте правильно питаться, пока вы не откажетесь от алкоголя, ни о какой восстановлении, чистках, тут говорить очень сложно. Поэтому рыба, морепродукты, оливковое масло, зелёные овощи, много клетчатки, действительно, не только кишечник любит клетчатку, но и печень, вишня, клубника, даже в замороженном виде, и ещё не забываем про пряности, такие как острый перец в небольших количествах, и куркума. Действительно, всё это очень хорошо сказывается и на желудочно-кишечном тракте, и на печени. Теперь мы говорим про то, чтобы попить. Да, существуют травы. Опять же, лучше сдать кровь, биохимический анализ крови, и посмотреть, всё ли у вас хорошо вообще с печенью. То есть обратиться к гастроэнтерологу, после этого уже начинать принимать. Но какие травы рекомендуются принимать? Это расторопшая, пятнистая, действительно, доказан положительный эффект на желудочно-кишечный тракт, желчегонное, да, желчевыводящее действие, да, антиоксидантное. Дальше, фенхель, также благоприятно сказывается на печени, и куркума. То есть это то, что можно принимать и делать различные отвары, мы с вами ещё про это поговорим, но только очень аккуратно после консультации лечащего врача. Друзья мои, если у вас остались вопросы, вы хотите поделиться своим мнением, обязательно пишите мне в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, и мы с вами очень скоро встретимся и обсудим очень интересную тему. Всем пока-пока и до новых встреч!